МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Программа «Откуда я знаю?» продолжает путешествовать по Могилевской области. И сегодня мы посчитаем, сколько горок в горках. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сейчас мы в самом центре горок. И, как гласит этот знак, этот город был основан в 1544 году. Здравствуй, Яночка. Здравствуйте. Дай познакомимся с тобой. Меня зовут Светлана Михайловна. Я директор Горецкого районного историко-этнографического музея. Очень приятно. Да, действительно. И мы находимся на центральной, главной площади нашего города. И наш город основан в 16 веке. Ну, а вот само название города связано с гористой местностью, на которой он расположен. Конечно, богатая очень история нашего города. И поначалу это был не город, а небольшая деревенька в составе Оршанского уезда, Витебского воеводства, Великого княжества Литовского. У вас очень красивый, чистый и уютный город. А расскажите еще что-нибудь о его истории. Ну вот, горки в 1619 году получили малое Магдебургское право. И уже в 16-17 веках город развивался. Здесь было свое самоуправление, торговля развивалась. По документам того времени насчитывалось свыше 20 специальностей ремесленников. Среди них и винокур, и ножевники, гончары, и ткачи. А какими знаменитыми людьми известна ваша земля? Ой, горки очень известны знаменитыми людьми. И своими литературными традициями. Здесь родились такие писатели, как Лев Разгон, Георгий Щербатов, Василь Коваль. Что изображено на гербе вашего города? Вот в основу этого знака положен герб нашего города. А, то есть это не просто знак? Да, это не просто знак. На нем три холма, потому что у нас город называется горки, и у нас холмистая местность. А из каждого холма вырастает по одному колосу. Это говорит о том, что основным занятием жителей нашего города, как в древние времена, так и сегодня, это было земледелие, сельское хозяйство. Так все-таки сколько горок в горках? А никто точно не подсчитал. Кто-то говорит, что три, а кто-то говорит, что пять. Ну, на самом деле их намного больше. Большие, маленькие горки. А давайте мы проедемся по вашим горкам. А давай проедемся и познакомимся с нашими достопримечательностями. Ты знаешь, Яночка, мы сейчас с тобой находимся недалеко от горок. Горок – это горы, деревня Горы. И вот позади нас, посреди водохранилища, находится древнее городище, на котором люди селились уже еще до нашей эры. И сколько лет этому городище? Ой, очень много, как сосчитать. Попробуй сосчитать. Если в III веке до нашей эры селились, сколько тысяч лет тому назад? На каникулах, на самом деле, очень сложно считать. Но я обязательно посчитаю. А что здесь сейчас сохранилось? Ну, к сожалению, на городище ничего не сохранилось. А вот немного в стороне от городища ты, наверное, видишь такие валы высокие, да? Да. А вот это остатки древнего замка, который здесь когда-то был в горах. И вообще сами горы, они намного древнее, чем горки. Вот и отсюда именно из гор пошла как бы история нашей горецкой земли. А что это был за замок? И кто его построил? А замок этот был построен Львом Сапегой. Слышала о таком? Нет. Ты, наверное, еще не изучала это, да? Наверное. Не изучала. Ну, поинтересуйся, пожалуйста, вот когда приедешь. Домашнее задание – прочитать про Льва Сапегу. Смотрите программу «Откуда я знаю». Продолжим про замок. Есть ли у этого замка легенда? Ты знаешь, раньше замок находился вот именно на городище. Был такой старый замок, но со временем он, видимо, обветшал. И уже в 15 веке решили строить замок уже вот на этом месте, где сейчас сохранились валы. А замок этот был деревянный, который был обнесен вот такими вот высокими валами земляными. И вот даже сейчас вот они сохранились, и в одном месте вал достигает высотой 20 метров. Представляешь себе? Ничего себе. А кто в этом замке жил? В этом замке жили военные. Ну, а жители города, как тогда называли горы, кстати, горы называли городом. А жители обслуживали этот замок. Значит, были и там и кузнецы из жителей города, и прачки туда ходили. Но вот когда случались военные конфликты, то жители города тоже вставали на оборону этого замка. Я вижу, у вас тут не только горы есть, но и водоемы. Расскажите что-нибудь о нем. Ну, водоем это искусственный такое, можно сказать, пруд, озеро. Ну, как ты думаешь, много рыбы здесь водится? Не знаю. Думаю, что много. Ну да, много водится рыбы, и поэтому здесь уже несколько лет устраивают турнир по ловле рыбы. Летний и зимний, да. И называется этот турнир «Кубок замковой горы». Какие рыбы водятся в вашем водоеме? Ну, и щука, и окунь, и карась. Вот приезжай к нам на кубок и попробуй нашу уху и самой большой рыбы. Обязательно приедем! Ну, Яна, мы опять вернулись в горки. И сейчас мы находимся на главной улице нашего города. Она называется улица Якубовского. И названа в честь нашего земляка дважды Героя Советского Союза Ивана Игнатьевича Якубовского. Ну, а раньше эта улица называлась Большая Оршанская. Как ты думаешь, почему? Потому что она находилась в Орше? Нет. Ну, горки присоединены были в Орше? Нет, нет. Потому что в конце города эта улица переходила в дорогу по направлению к городу Орше. А-а-а! Ну, вообще улица несколько раз меняла свое название. Она еще и называлась Интернациональная. А это ли улица самая старая в вашем городе? Ну, можно сказать, что и так. Раз она главная, центральная, значит, она и самая старая. Вокруг нее и образовывался город, который все время рос, ширился. А какая площадь этого города? Площадь города 22 квадратных километра. Ну, а население больше 34 тысячи. И горки – это достаточно такой крупный город. Яна, если мы сейчас повернем с тобой направо, то мы с тобой попадем на базарную площадь. На бывшую базарную площадь. Приглашаю тебя. Пойдемте. Ну, это же совсем не базарная площадь. Это парк? Вот действительно. Сейчас это детский парк, где аттракционы, карусели для зрителей, как раз передачи «Откуда я знаю». Но где-то сто лет назад здесь была базарная площадь. И вместо всех этих аттракционов здесь находились торговые ряды. Устраивались базары, да, и здесь торговали различными товарами, бакалей, в праздничные дни устраивали ярмарки. И по бокам этой площади находилось две церкви, а также пожарная колонча. Кстати, сколько школ у вас в горках? У нас четыре среднеобразовательных школы и одна гимназия. А детей сколько у вас? А детей у нас очень-очень много. У нас молодой город. Много детей, много молодежи. Сейчас, Яна, мы с тобой находимся еще на одной улице, которая расположена недалеко от главной улицы. Эта улица сейчас называется Крупской, а когда-то она называлась Столярной. А почему? Ну, видимо, потому что здесь жили ремесленники, которые занимались столярным мастерством. А эта улица старая или нет? Эта улица старая, да. А что это за здание? Ну, сегодня это Горецкий районный историко-этнографический музей. А сколько этому музею лет? Ну, самому музею 30 лет, а вот зданию гораздо больше лет. Сколько? А зданию уже больше 100 лет. Было оно построено в конце 19 века. Ничего себе. Ну да. А кто тут раньше жил и что там было раньше? Вот хороший вопрос. А здесь когда-то жил аптекарь Казимир Антонович Кадзерский. В этом доме он не только жил, здесь же находилась его частная аптека. Вот я приглашаю тебя в наш музей. Пойдемте. Пойдем. Вот мы с тобой говорили, что раньше в здании музея была аптека. Вот мы сейчас с тобой практически находимся в аптеке, какой она была где-то 100 лет назад. Вот это здание реставрировали в 2012 году. И вот во время реставрации строители нашли настоящий клад. Ну, вот что в твоем понимании клад? Монеты, деньги. А здесь немножко другой клад, но не менее ценный. Нашли записки врача, аптекарские рецепты и аптекарские сигнатуры. Вот знаешь ли ты, что такое сигнатуры? Вот они перед тобой. Ну, вот как ты думаешь, что это такое? Ну, какие-то выписки, какие-то препараты, я не знаю. Ну, а вот эта сигнатура, это та вот бумажечка, которая вешалась на пузырек с лекарством. А, типа подпись, да? Да, подпись. Вот на ней указывалась, например, какая-то аптека, вот можешь прочитать, Горецкая аптека Подзерского, да? Также здесь писалось, кому выдано лекарство, как его употреблять, дата выдачи лекарства, сколько оно стоило. Вот, а на обороте в прописях на латинском языке написан и состав лекарства. А что это за механизм? А это кассовый аппарат. Представляешь? А он сейчас работает? Ну, сейчас проверим. Я вот тебе предлагаю пробить сумму 150 рублей. А тут 100, 50, 64 копейки. 60, 4. И секцию F. Ну, а теперь крути. Получилось. Здорово, да? Да, классно. А что тут еще есть? Посмотри, сколько у нас аптекарской посуды, различных пузырьков. Они очень старые. Вот в этих пузырьках когда-то Подзерский смешивал лекарства, происходило таинство, люди выздоравливали. А еще, знаешь, аптекарь был знаменит на весь мир. Чем? Тем, что он придумал крем от веснушек. Можете представить? Ого. И в Париже в 1900 году он получил золотую медаль. Крем этот очень хорошо продавался и пользовался спросом во всем мире. То есть этот крем был знаменит не только тут, но и во всяких разных странах? Да, во всяких разных странах. Он поставлялся с большими партиями. И Подзерский продал более двух миллионов баночек. Ничего себе! Среди старинных фотографий с видами города есть старый план города 1918 года. Но основная часть историческая сохранилась и сегодня. И на ней, на этой карте, показаны улицы. Вот ты помнишь, как называется улица, в которой расположен музей? Столярная. Столярная. Давай найдем ее на этом плане. Вот. Под каким номером? Под номером 13. 13. Значит, вот здесь мы находимся. Угу. А что-то поменялось с того времени? Или город остался такой же, как он был? Ну, конечно, город, он расстроился, вырос, стал более красивым. Но все равно исторические здания сохранились. Сохранились реки, на которых стоит наш город. Кстати, как они называются? А у нас три реки. Проня, Бася и Поросица. Прикольно. В нашем музее есть уникальный экспонат. Я хочу его тебе показать. Он прибыл к нам в музей из гор, где мы сегодня с тобой были. Угу. И что же это? Это каменная иконка. Ого. А ее нашли в горах? В горах, да, ее нашли в горах, на городище, о котором я тебе рассказывала. И ей очень много лет. Она датируется рубежом XII и XIII века. Яночка, мы сегодня с тобой говорили о гербе города Горки. А вот сейчас перед тобой калаш из гербов владельцев Горецкой земли. Вот в разное время нашими землями владели такие известные белорусские магнаты, как Сапеги, Хаткевичи, Полубинские. Вот, а последним владельцем Горецкой земли был граф Лев Сологуб. И какой же герб принадлежал ему? Ну, к сожалению, здесь нету его герба, но он оставил свой след в истории. Он был человеком очень прогрессивных взглядов. Мы бы сейчас сказали современным языком, продвинутый был. Вот в начале XIX века здесь, в Горках, у него была оранжерея, в которой он выращивал диковинные растения и даже ананасы. Можешь себе представить? В Горках ананасы? Да, в Горках ананасы. И он вел такой роскошный образ жизни. А что же случилось с этим имением? У этого имения непростая судьба. А какая? Оно было конфисковано в казну. Ну, как говорится, не бывает худо без добра. Может быть, благодаря этому и в 1840 году здесь в школах была открыта земледельческая школа, которая впоследствии стала Белорусской государственной сельскохозяйственной академией. Кстати, об этом смотрите на следующей неделе. Продолжаем путешествовать по горкам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова